приветствую всех кто заглянул на мой канал сегодня очень очень быстро я вам покажу как я делаю пирог с начинкой из творога и плюс добавлю смородину у меня таких рецептов много на канале но делаю и показываю это в основном рецепт для жены диабетика здесь он конечно же жирноватый калорийный но все равно я использую те же продукты которые мы всегда используем при питании для диабетика начинку нас будет вот так я быстренько все смешала в кучу чтобы вас не задерживать ну и болтать много не буду здесь творог 350 грамм вот сколько есть только и говорю вас 200 так 200 500 так 500 вот меня 350 2 яйца и 100 грамм сметаны сюда добавим еще сахарозаменитель и все забьем блендером сахарозаменитель вот такой fit парад номер 10 по вкусу не знаю никогда сколько вот так делаю все потом взбиваем пробуем если мало добавляем а это уже состав для теста здесь 100 грамм сливочного масла масло 50 грамм сметаны одно яйцо сюда добавляю разрыхлитель теста у меня здесь 5 грамм пакетик из 10 грамм половину было куда-то уже использована значит всего 5 грамм все это хорошо размешиваю и добавляю муку муку не знаю сколько сейчас добавлю взвешу и вам скажу в тесто мы также добавляем сахарозаменитель тесто должно быть сладенько это десерт и немножко соли люблю я добавить тесто можно делать на одном сливочном масле это будет рассыпчатое песочное тесто я не люблю как он рассыпается как совсем-то песок ну такой чтобы и не бисквит был люблю чтобы не бисквит был ну и и совсем не весом вот так сильно густое не надо сейчас немножко поставлю в холодильник буквально на 10 минут чтобы можно было мне его разложить по форме а должно быть мягким тесто у нас чуть-чуть прихватилась много не надо все и и форму форуме разъемная небольшая 20 сантиметров и делаем бортики вот так куда потом вылим начинку вот так и распределила тесто такую тоненько сделала по всем бортикам выливаем творог творог я люблю чтоб он был мелкий и блендерю его очень тщательно можно просто вилкой разболтать и все и тоже ничего страшного не будет ну какая корзиночка будет даже не хватило еще творога то можно было побольше но нет творога больше нету так здесь замороженная смородина из холодильника добавила я 10 грамм муки чтобы обвалять ягоду и сверху насыпем у меня глаз алмаз как вот так и надо творог еще при выпечке немножко поднимается сама то будет все в духовку на 180 градусов на 35-40 минут вот так где-то сколько раз пекла чуть больше 30 минут делается вот только-только принесла пирог из духовки посмотрите он еще качается здесь он уже пропекся ждем пока остынет и так остыла наше блюдо но внутри все равно дно еще теплое так вот оказывается как надо снять вот как оказывается как снимается красота 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 красавец сейчас разрежем посмотрим как у нас получилось немножко жидковато внутри я думаю ничего страшного так сейчас я поближе покажу вот так это внутри все хорошо все пропеклось хорошо нормально у О, ребята, у меня опять произошел сбой в моей видеосистеме. Я столько много вам сказала, много рассказала. И вместе с вами попробовала этот пирог. Я уже доедала. И тут что-то так внимательно-внимательно приглядела с камеры. А она не записывает. Сволочь. Нет, камера хорошая. Это я сволочь. Это я так нажала, без внимания, на эмоциях. Ем, радуюсь. Я так давно хотела пирог вот этот творожный, ягодный. Это так вкусно. Я его ем как раз после основного блюда. В обеденный перерыв. Так вкусно. Но Ильгис не любит кисловатую вот эту ягоду. А мне так нравится. Очень-очень вкусно. Такой творог вкусный. Вообще. Ну, ягоду можно с сахарозаменителем подсыпать хорошо так, чтобы она была послаще. Ну, вот сочетание. И корж сладкий, и творог сладкий. И кисленькая ягода. Это так вкусно. Ой, вообще. Особенно сделаешь как раз тот момент, когда, ну, сильно-сильно хочешь. Я уже несколько дней хочу. И вот сделаешь как раз в это время, и кажется, что это вообще пища богов. Спасибо, мои родные, что все же меня смотрите, пишете. Такие хорошие комментарии. Спасибо, спасибо огромное. Делайте, готовьте, наслаждайтесь. Под видео будет вся раскладка, сколько в 100 граммах. Здесь углеводов таких, которые вот, ну, вот углеводы, углеводы. 100 грамм муки здесь всего будет. Я насыпала в тесто. И 10 грамм я насыпала в ягоду, но 10 грамм там и не ушло, там в чашке осталось. То есть, у плохих-то углеводов всего на 6 хель. Это на весь пирог. Очень хорошо, очень здорово. Это супер. Конечно, тоже много есть нельзя, потому что это все равно жирно, это калорийно. Но после основного блюда съесть кусочек вот этого пирога. Кто любит сочетание творога и ягод, милости просим. Все, всем пока-пока. Добра и здоровья всем. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok